тоже скоро кому-то прилетела с утра летают скорые какой бардак то вообще там сейчас шла это вообще жесть да уже нету той германии что раньше было нет и не будет кидают мешки с испражнением собачьим вообще просто жесть люди с девочки прошу прощения что в таком виде просто пришла с работы еще в душ не сходила пока перекусила сейчас собралась в душ ну пока завтракала вылезло мне видео как-то вы мне советовали ну уже посмотрите я была потом смотрела блогера с украины юля стар посмотрела и короче ну чё я тогда увидела что я тогда увидела ну просто женщина короче больших размеров сидит и кушает тазами прям да я ничего не имею против жрет она вот это вот пускай и жрет я тоже люблю покушать и тоже не мелкая да я там не сегодня посмотрела и посмотрела короче кормят их там содержат все сегодня мне вылезло видео видео мне вылезло значит где она лежит в больнице я так понимаю что вот эти вот тазы дали о себе знать у нее большой сахар не вникала там в подробности и значит она лежит в больнице и жалуется прям плачет горькими слезами сейчас вот только сугубо о ней говорю не принимайте там на свой счет потому что я знаю беженцев нормальных знаю короче ненормальных сейчас говорю только о ней лежит она в больнице ни одна в палате лежит еще пациент с ней это нормально которая подключен к аппарату я так понимаю что нажалуется вот шумно видать давление меряет аппарата он постоянно меряет давление значит она плачет что ее не устраивает вот эта палата потому что шумно она не высыпается ей воняет от этого пациента еще там чего-то она плачет и говорит вот то что я украинка поэтому такое отношение ко мне в больнице и не дают отдельную палату ну короче до конца я не досмотрела это видео я просто охерела я просто охерела вот хочется спросить кто ты воин кто ты ты почему себя ставишь выше других я сколько раз здесь лежала в больнице то же самое у меня шафиня жена доктора здесь немцы лежала в больнице вам рассказывала то же самое сейчас в больницах очень тяжело не хватает персонала очень много работы дочь у меня работает в больнице она как приходит на работу и вот она все на ногах она говорит мама я не могу мне ноги просто отваливаться пациентов много кстати это началось когда начался вот этот конфликт весь вот это у нас все через жопу пошло благодаря вот этому конфликту хотя это не наш конфликт блин это не наши разборки почему мы должны страдать но не факт я лежала я принимала это все это нормально нормально когда много больных все больные по разному разные у них заболевания кто-то может спать кто-то не может и в роддоме тоже хочешь отдельную палату заплати тебе дадут отдельную палату очень много процедур сейчас не делают те что делали раньше например я же говорю у меня шафиня лежала да там нету сил помыться раньше мы или все сейчас этого не делают она говорит я и горит просто горит не дай бог в больницу попадать отношения ровным счетом ко всем такое есть время значит прибегут сделают нету значит нету она возмущается вот то что если тебя что-то не устраивает в наших больницах наших врачах какого хера почему тебе лучше должно быть отношения чем другим ты что одна единственная беженка у нас в стране у нас есть афганцы у них тоже война была они приехали сюда беженцы значит что к ним тоже должно лучше быть отношения у нас есть сирийцы да у нас со всего мира где были военные конфликты они у нас и то же самое все она прям крокодилями слезами плачет вот она не может не спать не то не все это нормально нормально в таких заведениях там и собираются все больные люди я короче была в таком шоке вот я говорю у меня я вроде хочу сказать ну просто слов не могу подобрать еще раз говорю только о ней говорю не принимайте там на свой счет у тетки и знакомая беженка с украины у нее там короче типа кровотечение какое-то новообразование возможно и онкология короче ей дали термин чуть ли не полгода ждать понимаете там кровотечение ее это беспокоит и человек просто сейчас собирается уезжать в россию отсюда уезжать в россии что и там быстрее помогут чем здесь у нас здесь чтобы проверить сердце до полностью если ты не попал в больницу термин сделать там я не знаю мрт или этот желудок проверить надо термины очень долго ждать я сейчас вот когда перед отъездом была в больнице я говорю сделайте мне термину что у нас следующий прием к врачу в августе в августе мне дали термин потому что все полно это и надо все и сразу и сейчас да кто тебе сказал что ты королевишна кто тебе это сказал все люди здесь ждут независимости от национальности с какой стране они приехали просто выбесила просто выбесила во первых ты сама себя довела до это если у меня что-то болит у меня там спина болит ноги были я знаю почему он у меня болит я жру я жру я знаю почему это болит у меня да там извините меня ну чего ты хотела когда тазами ела люди тебе писали надо было прислушаться теперь она плачет так слушай если у вас на родине лучше больницы и лучше врачи тебя здесь никто не держит тем более у тебя столько подписчиков ты получаешь там дохера бабла дохера получаешь налог не платишь потому что если бы ты сказала что ты блогер и давала бы все справки о своем доходе на социале бы ты не сидела ты бы не сидела это понимаете человек получает бабло от канала и получает еще социал содержит заплатить за то что за все бесплатная там еда вот это вот все она не оставляет налоги не платит в моей стране почему мы это делаем а они нет я говорю плачет она ну поплачь меньше писать будешь я ничего не хочу да болеть это всяко плохо и никому не желаю болеть раз уже такая ситуация получилась ты попала в больницу не наглей просто не наглей это отношение ко всем здесь в больнице ты что какая-то персона я не знаю что возле тебя 24 на 7 должны сидеть блять медсестры да схерали они и так бегают все кто работает в больнице тут знает какой это труд все кто ухаживает за стариками за больными ездит эти флеги все знают какой это труд они спины срывают они ног не чувствуют а это кружите меня кружите наглеть просто не надо просто не надо я говорю вылазит мне такое вчера вылезла видео где тоже украинская мама значит плачет что у нее забрали там то ли трое то ли двое детей юган там начинает срать что я вот такая хорошая я иду вот именно встречу я делаю все они мне детей не отдают я ничего плохого не сделала они детей у меня забрали нет юган там просто так отбалты детей не забирают здесь у меня же не забирали у моих родственников никого не забирают детей просто так хули вот это пиздеть просто так пришли забрали детей ну и потом повылазила по итогу вышла там столько до хрена этих видео где они жалуются что у них отобрали детей потом еще одно видео вылезла где соседка где-то не знаю там гостиница не гостиница лагерь не лагерь снимает на телефон где за стенкой у нее значит мамаша избивает ребенка ребенок орет и вот она идет и снимает конечно заберут конечно заберут если ты неправильно воспитываешь воспитываешь ребенка в ненависти когда ребенок там я не знаю ходит и призывает убивать других заберут если ты обижаешь ребенка заберут не кормишь заберут содержишь не так как надо заберут просто так не забирают не забирают и вот они все жалуются вы когда ехали сюда на пол хотя бы элементарно почитать законы здесь какие понимаете они едут все включено до схирали схирали радуйтесь что здесь не бомбят еще этому радуйтесь вы же уехали от войны радуйтесь тому что здесь ничего не прилетает еще пока нет вот это вот когда даешь хочется еще больше и больше и больше вы уезжали от бомбежек хотя не все так надо радоваться вот малому здесь ничего не прилетает есть крыша над головой ну чё еще надо тебя кормят содержит платят за все чё еще надо так нет они наглеют опять же не все я не обобщаю не все и общаюсь с украины с людьми где твой стакан опять адекватные же люди адекватные а это вот такие индивидуумы приехали и вот мне просто бесит приехали в мою страну и начинают срать меня это просто бесит она вот у вас такое отношение ко мне потому что я с украины да нет в больнице там с украины ты там сербии ты или с сирии нет там этого там отношение ко всем одинаковое хочешь отдельную палату оплатил ее и сидишь в отдельной палате также в роддоме и в палате не один дети всегда с тобой у меня была соседка тоже родила да это вот представляете вот только твой ребенок закрылся перестал плакать его накормил ночью до спать уложил у нее просыпается он кричит потом у меня и вот так всю ночь мы не высыпались мы как зомби ходили но это нормально когда два пациента три пациента в палате но здесь вот сколько я была всегда по два по два пациента три не было это нормально я сколько раз лежала в больнице привозили посреди ночи есть такие соседки по палате что у них приходит несколько раз в ночь делать какие-то процедуры естественно включают свет естественно разговаривают пусть даже тихонечко но все равно ты уже просыпаешься ты уже и пока ты уснешь опять то есть у бляда это нормально у вас что там отдельные палаты вас отдельно на каждого пациента койка чё пиздеть то то же самое есть соседи по палате и по 6 человек и по 5 человек у нас я помню в казахстане лежала я лежала там 6 коек было я лежала девчонка лежала молодая и старуха старуха у которая тут же ест тут же срет и тут же вот это пукой простите вот меня вот за за такие слова это нормально кто ты что тебе будут отдельную палату люкс 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 не наглей просто успокойся и довольствуйся малым то что тебе здесь ничего не не прилетает ты не сидишь подвалах зачем наглеть тем более тебя туда положили не навечно же ты же когда-то выпишешься оттуда надо уважать тоже других надо уважать труд этих медсестер и врачей я говорю я в шоке я в шоке думаю аж я пойду в душ и думаю нет выйду девочки ну я не знаю не пишите мне правда потом там ничего да вот это самое я просто вот высказала свое мнение по этому поводу что есть настолько люди наглые беспринципные я прям терпеть ненавижу когда вот беспринципные люди вот такие не уважая никого вот я превыше всего и писец это же просто жесть ну просто ну возмутило меня вот ору потому что возмущена здесь нету здесь одинаковое обращение аж говорю шофиня лежала она жена доктора на сама медсестра точно такое же отношение шофиня уехала была семьей в отпуск остался сын старший ну и короче сын старший и бабушка бабушка тоже вдова уже доктора они там все профессора то все и заболел этот пацан заболел что-то траванулся не знаю но факт тому что один день болел второй день болел родители уехали она стала переживать с ним по врачам ездить и тут короткий день короче к одному поехали тут в отпуске то все она говорит я алена говорит я первый раз в жизни воспользовалась своим положением что я жена доктора приехали в праксис и вот мы не принимаем а пацану реально плохо и она говорит пожалуйста горит примите меня говорит я жена вот такого-то доктора ой она говорит ночью вы сразу не сказали мы знаем знали этого доктора что хороший все и это получается она жена доктора он сын доктора уже другого сын сын доктор доктора короче ну все они доктора она говорит я за все время да и уже под 80 она говорит я воспользовалась вот этим своим положением то что ради внука и уже просто выхода не было чтобы вы приняли прокапали все понимаете вы тоже футболе ли немец и вот уже футболе нет не примем короче хотя ему плохо было плохо прям было о чем она говорит я вообще не понимаю почему ты считаешь что тебе должно какое-то особое отношение быть почему ты считаешь так все одинаковые что я попаду в больницу что коренной немец попадет местные больницу что турок попадет ко всем одинаковое отношение нет она не может спать она не может есть она не может то все так все так поэтому успокойся и довольствуйся малым